Всем привет! Вы на канале Творческий Мирок. Очень много сегодня у меня на столе всего. Это подготовка к мастер-классу по валянию. Я долго думала, что же, что же повалять. Пришла к выводу, что нужно повалять что-то яркое и солнечное. Так как у нас осень, уже и первый снег выпал. У нас уже в Новосибирске первый снег лег. Я думаю, он уже больше не растает. Вот, поэтому хочется что-нибудь яркое. Поэтому я думаю, что мы будем валять с вами жирафика. Яркого, солнечного жирафа. Вот, жирафик будет средних размеров. Я думаю, ориентировочно сантиметров от 15 до 20. Довольно-таки крупный. А сейчас поговорим о том, что же нам понадобится для его создания. Итак, как я уже говорила, будем мы не вязать в этот раз, а валять. Что для этого нужно? Начнем с самой шерсти. С чего же мы будем валять нашего жирафа? Я думаю, что игрушка у нас будет достаточно крупная. Поэтому за основу мы возьмем чуть-чуть буквально наполнителя для игрушек. Синтепуха или синтепона. То есть нам из него нужно будет свалять маленькие шарики, заготовки. И уже их облагораживать, да, вваливать в них шерсть. Вот, синтепона понадобится очень-очень мало. Вот буквально вот такую, наверное, горсточку. Мы буквально только серединку сделаем из него. Вот, после чего мы начнем валять из шерсти. Шерсть стопроцентная нам понадобится. Я хочу создать жирафика из двух желтых оттенков. Как именно? И почему именно из двух? Один темнее, это будет внутренний слой самого жирафа. А светло-желтый будет поверх. Вот, когда мы будем... Я хочу, чтобы он был слегка пушистенький. Ворс, будем делать ворс ему. Вот, и будем вытягивать иглой и темно-желтый, и светло-желтый. И он при смешивании даст, я думаю, очень хороший, красивый эффект. Поэтому у меня будет два желтых, темный и светлый. Вы можете валять из одного цвета. Сколько же понадобится шерсти? У меня, значит, 50 грамм шерсть для валяния и рукоделия. Состав шерсть полутонкая 100%. Вес 50 грамм. Вот, этот кусочек весь весом 50 грамм. Вот сколько здесь. Вот, то же самое и этот. Точно-точно такой же. Фирма Комтекс. Вот, шерсть для валяния и рукоделия. Состав шерсть полутонкая 100%. Вес 50 грамм. У нас не все обод 50 граммовых, упаковки 50 граммовые уйдет. Нет, у нас что-то останется. Вот, я думаю, что останется. Будем смотреть, ориентироваться по размеру. Вот, но обязательно, чтобы были упаковочки целые по 50 грамм. Потому что, если не хватит, чтобы нам не бегать потом с вами по магазинам, не искать тот же самый оттенок. Вот, и так, два оттенка желтых. Если у вас один цвет, то лучше иметь 100 грамм желтого цвета. И так, кроме этого, для пятнышек мы будем использовать или темно-темно-коричневый, вы можете использовать. Я буду использовать черный оттенок. Прямо, чтобы жирафик такой яркий-яркий был. Вот, у меня будут черные пятнышки, черные рожки у него. Вот, здесь кардачёс. Если это лента у нас гребяная, как она выглядит, сейчас покажу. Вот. То есть, ее распутать, это будет лента. Вот. Прячем ее. Назад запаковываем. Так. А здесь кардачёс. То есть, это уже подготовленная шерсть. Так сказать, бери и приваливай ее. Ну, и немножко белого цвета. У меня тут тоже лента. Та же фирма Comtex у меня. Шерсть полутонкая, стопроцентная. Вот. Она нужна для самой мордашки. Мордашку мы сделаем прям вот эту его носовую часть, где ротик. Вот. Мы ее сделаем беленькой и потом слегка подтонируем. Или пастелью, или масляными красками. Вот. Кроме этого, да, нам понадобятся масляные краски наши, которыми мы будем тонировать. Немного розового или бежевого оттенка для румянца на щечках. Вот. Ну, и, соответственно, темно-коричневого цвета. Для... Мы будем темно-коричневые добавлять для глазок, бровки прокрашивать темно-коричневым. И пятнышки, возможно, тонировать само соединение, слияние. Ну, и сами пятнышки черные наши подтонируем, чтобы они были дымчатого оттенка. Оттенка такая давали, такую дымку небольшую. Вот. По шерсти это все. Вот. Идем дальше. У меня подготовлены глазки. Они 12 миллиметров вот такого вот цвета. Такие коричневые, зеленые, какие-то серые. Вот. Такие вот глазки у меня. Кроме этого, реснички понадобятся нам. Я буду одну ресничную вот эту вот ленточку делить пополам на глазки. Этого как раз для 12 миллиметров будет достаточно. Вот. Кроме этого, из инструмента нам понадобится губка. Не губка, щетка. На ней мы будем валять более тонкие детали. Это ушки. Вот. Возможно, ручки здесь более удобно будет валять на ней. Это самая обычная губка. Вот. Купленная в хозяйственном магазине. Вот. Не помню уже, сколько она стоит. Ну, в общем, это совсем недорого. Вот. Вот так она выглядит. Самая обычная. По размерам она у меня 12 сантиметров. Этого более чем достаточно, чтобы валять практически все мелкие детали. Вот. Потом нам понадобится вот такая большая губка. Вот. Какие-то ниточки. Вот. На губке тоже удобно валять. То есть ставим, валяем детали разные. Вот. Но я чаще все-таки использую щеточку. Вот. Ну, а на губке тоже удобно валять. Вот. То есть первоначальные формы придавать. Вот. Кроме этого, по иголочкам, которые нам понадобятся. Это самая обычная, классическая 36-я иголочка. Вот. Она основная. Она понадобится. Ее, если берете иголочки, брать нужно лучше сразу несколько. Потому что они имеют свойство ломаться. То есть, если вы случайно не по тем углом валяли или случайно приклеили глазик, или у вас каркас там есть, и вы попали иголочкой в каркас, то она очень легко может сломаться. Вот. Поэтому нужно обязательно иметь в запасе такие иголочки. Вот. И понадобится шлифовать мы не будем в этот раз. Обычно это 40-й иголочкой делается. Вот. Ну, потому как мы будем делать ворс. Поэтому мы очень хорошо проработаем деталь 36-й иглой. При необходимости, конечно, в районе глазок мы можем пройтись иголочкой отшлифовать. Вот. Ушки может отшлифуем. Вот. Ну, в основном вся работа будет проходить 36-й иглой. Ну, и финишная обработка у нас будет проходить обратной иголочкой. Вот. 32-й, 36-й можно. Вот. Она вытягивает ворс обратно. Мы ворс этот вытянем весь нам необходимый по всей игрушке, а потом будем проводить стрижку нашей игрушки. Вот. Чтобы ворс оставить буквально вот миллиметра два, наверное, три. Чтобы она такая слегка ворсистая была. Вот это все инструменты, которые нам понадобятся. Ну, и кроме того, как, конечно же, клей, которым мы будем приклеивать глазки. Вот. Кисть для тонировки. И я свои игрушки очень часто добавляю в снудики, разную одежду. Вот. Жирафику я тоже буду вязать снуд. Буду использовать такую вот пряжу. Это полухлопок от фирмы Газал. Вот. Бэби, по-моему, Газал. Или Газал Катон. Что-то такое. Ну, в общем, здесь достаточно толстая нить. Вот. Вы можете выбрать любую нить для снудика. Я думаю, там проблем не возникнет. Из чего и какой снудик вязать. Вот. Там можно на глаз подобрать и нить. Вот. Спицами буду вязать снудик. Нужна будет еще пуговка к нему. Он будет застегиваться на пуговку. Вот. Ну, и, по-моему, все на этом. Вот. Спицы я тоже сразу приготовила. У меня спицы 3,5-20 мм. То есть, для вязания снуда. Вот. Ну, опять же, спицы можно выбрать под свою пряжу. Это могут быть круговые. Я еще посмотрю, во сколько я оборотов буду вязать снудик. Пока я еще только ориентировочно по поводу снуда проговариваю информацию. Так как, возможно, когда игрушка родится и появится, она попросит, может быть, и пряжу другую, и цвет другой. Другой бывает такое, что готовишься к одному, а появляется игрушка, и ты видишь, что ей уже твоя задумка не подходит, и лучше будет смотреться что-то другое, вплоть до смены одежды. И полностью бывает так, что и образ меняется вот в игрушке. Вот. Поэтому будем смотреть уже по готовности. Если что, там по ходу мы уже придумаем, подумаем, что подойдет, что будет лучше смотреться. Потому что часто с желтым, зеленым неплохо смотрится. Вот. Темно-коричневый и коричневый, ну и в принципе любого оттенка коричневый я не планирую брать пока. Потому как у нас пятнышки будут с коричневым оттенком. Так прорисовка будет тоже с коричневым оттенком. Ну и желто-коричневый. Не уверена, что будет хорошо сочетаться. Ну, опять же, игрушка покажет нам, что ей подойдет, и как это все будет выглядеть. Итак, давайте соберем все в кучку. Валяние мы начнем, я думаю, недельки через две. Вот. Выйдет первый этап по валянию головушки. Я люблю игрушки начинать именно с головы, с самого сложного этапа, чтобы игрушка уже любовалась, и к ней можно было уже добавлять и тельца, вот, ручки, и полностью, чтобы игрушка оживала уже. Вот. Итак, встречаемся с вами ориентировочно через две недельки. Если получится, конечно, я постараюсь более пораньше выложить первый этап. Вот. Ну, там уже как по времени получится. Вот. Также я готовлю мастер-класс по вязанию, но он будет, скорее всего, или на новогодних праздниках, вот, или уже туда дальше. Там зависит от того, как мы закончим с вами с валянием. Если получится быстро пройтись по этому мастер-классу, вот, то постараюсь и по вязанию создать мастер-класс пораньше. Открою небольшой секрет, вязать мы будем собачку, вот, а какую собачку, об этом уже информация будет позже. Итак, до новых встреч! Всегда вам рада! Субтитры создавал DimaTorzok